Добрый день! Меня зовут Георгий Кокоскири и я расскажу вам о главных событиях июня. В Политехе отметили 350-летие Петра Великого. Ректор Андрей Рудской и художник, выпускник Политеха Василий Цветков, открыли новое граффити, посвященное императору. Студенты, сотрудники университета и журналисты из региональных и федеральных СМИ посадили цветы и овощи на грядке Петра. Это дань уважения императору. Исследователи отмечают его вклад в развитие огородничества России. Также в парке Политеха ректор Андрей Рудской посадил дуб, древо Петра. Политех организовал сбор игрушек для благотворительной акции «Коробка храбрости». В День защиты детей сотрудники Политеха посетили клинику детской хирургии Минздрава России. Маленьким пациентам подарили игрушки, головоломки, книжки, чтобы они не боялись болезненных процедур. Следующая акция по сбору «Коробок храбрости» запланирована на осень этого года. Политех в топ-8 лучших вузов России в рейтинге РАЭКС. Эксперты при составлении рейтинга учитывали условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников у работодателей, успехи вузов научно-исследовательской деятельности. По сравнению с прошлым годом, Политех поднялся на один пункт в рейтинге. Эксперты отметили повышение востребованности в вуза среди абитуриентов. Медиаслужбы вузов обменялись опытом в Политехе. В университете прошло мероприятие Министерства науки и высшего образования, медиакоммуникации вузов, лучшие практики Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Модератором мероприятия выступил начальник управления по связям с общественностью Политеха Мариана Дьякова. Представители официальных и студенческих СМИ общались в формате открытый диалог, делились опытом, проблемами, задавали вопросы, спрашивали совета. Университет посетил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и академик Российской академии наук Игорь Каляев. Им присвоили звание почетного доктора Политехта. Торжественная церемония вручения мантии и диплома прошла под гимн студентов Гаудаамус в исполнении молодежного хора Полигимния. Ректор Андрей Рудской и проректор по цифровой трансформации Алексей Боровков приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме. На площадке ФМЭФ подписано соглашение о строительстве нового кампуса в составе федерального технополиса передовые цифровые и производственные технологии. Подписи под документом поставили ректор Политеха Андрей Рудской, президент ВТБ Андрей Костин и губернатор Петербурга Александр Беглов. В рамках форума в Политехе состоялся деловой завтрак на тему «Ответственное потребление. Кто за него в ответе?». Участники встречи обсудили устойчивое развитие, ответственное производство и потребление, а также охрану окружающей среды. В завершение мероприятия было подписано соглашение между Политехом и Всероссийским обществом охраны природы. Вот таким насыщенным на мероприятие выдался июнь. Следите за новостями и не пропустите главное!